Алексей Ижак, заведующий сектором Национального института стратегических исследований. К нам присоединяется. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте поговорим, что имел в виду Пентагон, говоря о сдерживании стратегических и космических угроз со стороны России и Китая. И начнем с Китая. Как страна расширяет свой ядерный потенциал, как именно, сколько боеголовок есть у Китая на сегодня, и кому могут быть эти угрозы, если они есть, конечно. Угрозы Китая и России, они, конечно же, в отношении Соединенных Штатов. Ну, в принципе, никто не отменяет того, что между Россией и Китаем там тоже есть определенные стратегические планы на случай большой войны. Но пока что они демонстрируют, что этого не будет. Хотя, с другой стороны, накануне Второй мировой войны Советский Союз и Германия провозглашали себя друзьями навек, примерно так же, как сейчас Россия и Китай. То есть, все может быть. Поэтому угрозы со стороны ядерных государств, они могут быть, ну, если это нормальное ядерное государство, такое, как Соединенные Штаты или Франция или Соединенное Королевство, угрозы против применения самого ядерного оружия. То есть, это сдерживание против нападения на это государство с применением ядерного оружия. Если, ну, Китай, в принципе, почти нормален в этом плане, он может быть, ну, по крайней мере, формально, он наиболее миролюбив в этом отношении. Россия – это ненормальное государство, оно постоянно угрожает с помощью ядерного оружия. То есть, Россия с помощью ядерного оружия пытается достичь каких-то политических, в том числе, целей. То, что сейчас на поверхности очередная волна, вот такой всплеск дискуссий по этому вопросу и угроз и разных совещаний, это то, что открылись планы интереса России к тому, чтобы развернуть ядерное оружие в космосе. Вот это новая такая тема. Немедленного смысла большого в этом нет, а вреда для экономики мировой очень много. Это может быть достаточно крупным ударом по цифровой экономике этого века, которая очень сильно зависит от спутниковой связи. А взрывы, ядерные взрывы в космосе, на которые намекает Россия, они не то что немедленно ведут к какой-то потере управляемости, потому что там нет атмосферы, там нет ударной волны, поэтому на фоне Солнца взрывать ядерные бомбы – это такое, как патриарху Кириллу Московскому прозвешать себя Богом. То есть это не так уж эффективно, но тем не менее это уменьшает эффективность спутников, уменьшает их срок службы, и на это обратили внимание в Соединенных Штатах. А поскольку Соединенные Штаты и Европа, они как раз и являются обладателями основных группировок спутниковых, от которых зависит мировая экономика, они больше всего страдают от таких, такого неизбирательных действий на орбите, потому что ядерный взрыв на орбите, он угрожает всем спутникам, и китайским, и российским, и американским, и французским. Но французских и американских спутников много, а российских мало, поэтому вот это может быть такой угрозой. Что касается, собственно, количества ядерного оружия, ну, оно растет сейчас только у Китая. Китай имеет такой план стратегический сравняться по количеству развернутого ядерного оружия с Соединенными Штатами и потом вести переговоры на равных. Но это к середине 30-х годов. А пока что, пока что основная угроза, это именно размещение, ну, не угроза, а опасение, что Россия имеет планы размещения ядерного оружия в космосе вопреки всем конвенциям и договорам. Очередные угрозы Путина по применению ядерного оружия. В очередной раз он это сделал, вот недавно, когда обращался к федеральному собранию. Зачем он постоянно этим угрожает? Какая цель? Это блеф и шантаж Запада, или он действительно готов нажать на ядерную кнопку? Может так сложиться, что он вынужден будет нажать на ядерную кнопку, чтобы быть эффективным. Это величайшая трагедия будет и для него лично, и для России. Но, тем не менее, он к этому настойчиво Россию ведет. Зачем он это делает? Он хочет с помощью ядерного оружия достигать тех политических целей, на которых у него не хватает денег и не хватает ума. То есть он хочет угрожать ядерным оружием и шантажировать, и заставлять другие страны делать то, что он хочет. Говорить, например, прекратите помощь Украине, иначе я применю ядерное оружие. Заставьте Украину отказаться от территории, иначе я применю ядерное оружие. Ну вот, такие, такого рода действия для этого и нужно ядерное оружие. Если говорить, насколько он эффективно, насколько он активно это использует, ну, надо сказать, что по сравнению с 2018 годом, когда были показаны знаменитые мультики о ядерном оружии, Путин тогда тоже избирался, переизбирался, тоже выступал в Манеже, но сейчас он на ВДНХ выступает в Москве, а тогда в Манеже на Москве выступал. И он тогда пол своего выступления посвятил ядерному оружию, этим мультикам, вечные ядерные ракеты, которые летают, не прекращая по непересказуемым траекториям. В принципе, часть тех систем, которым он угрожал, он их продемонстрировал в войне против Украины. Оказалось, что они не особо эффективны, особенно кинжалы и скандеры, они не особо эффективны против западных систем противоракетной обороны. И использовать их для нанесения ядерного удара очень рискованно, потому что еще неизвестно, что будет с теми ядерными боеголовками, которые будут сбиты на территории Украины. Они не взорвутся, а куда-то денутся, а потом, возможно, придется договариваться о том, чтобы их вернуть. То есть это очень рискованно, а то ядерное оружие, которое пускается с помощью крылатых ракет, он его не рекламировал, там вообще шансы нанесения удара очень малы. Поэтому в этом послании он уменьшил внимание к ядерному оружию по сравнению с прошлым предвыборным. Сейчас, если тогда он половину времени этому посвятил, он сейчас, может, четверть времени посвятил ядерному оружию, но он его однозначно связал с захватом украинских территорий. Вот речь так была построена, что Россия не зря начала войну, потому что она захватила территории. Это большое счастье для России, то, что она захватила новые территории. В этот раз Россия не распадется, как Советский Союз, потому что есть БРИКС, и Россия рационально использует свои ресурсы. А если Украина будет, нанесет какое-то стратегическое поражение России, так этого не случится, потому что у России есть ядерное оружие, она его использует для того, чтобы удержать вот эти вот захваченные территории. Сейчас он рассказал это, пообещал использовать, продемонстрировать тяжелую ракету «Сармат», которая должна заменить украинскую ракету «Сатана». Они ее уже там лет 20 делают, но никак не могут сделать. Вот он ее пообещал продемонстрировать, но произвел пуск совсем другой ракеты. Ракета, которая уже отработана, которая не так страшна, и которая всем известна. То есть он просто технически, технически Россия не может так уж сильно угрожать, потому что все видят, что техническое состояние ядерного оружия России, и оно сокращается, просто его много, этого ядерного оружия. И Путин сейчас пытается... То есть он использует сейчас такие угрозы там, где он ощущает, что его будут бояться. Вот если бояться ядерного оружия в космосе, он этим угрожает. Если бояться, что он использует ядерное оружие в случае успешной операции по деоккупации этих территорий, оккупированных, он будет этим пугать. Вот там, где боятся, там он пугает. Хотя технически все-таки качество российского оружия не улучшается. Какие у мира, у США, у других стран, которые имеют ядерное оружие, есть факторы сдерживания для Путина и для России? Изменение конфигурации ядерных сил, которые позволяют быть уверенными, что ответ на ядерные атаки России будут. Они, эти приготовления со стороны, со стороны стран НАТО, они были произведены еще до начала этой фазы войны. Были определенные дислокации, было перевооружение ядерных сил в Европе. Там новейшие были развернуты, ну, модификации старых, новейшие модификации старых еще времен Холодной войны, авиабомб Б-61. И эта модификация, она очень эффективна для уничтожения дворцов-диктаторов. То есть она так, конфигурация очень хорошая, для того, чтобы уничтожать вот такие защищенные дворцы-диктаторов по всему миру. Ну, в том числе и в России, там много таких дворцов. Вот это произвело впечатление, плюс некоторые другие развертывания произвели впечатление. И в последнее время учения, которые производятся в рамках стран НАТО, они как раз включают этот компонент, что, возможно, придется ввести с Россией ядерную войну. Это тоже убедительно, без лишнего шума, но убедительно влияет. Наибольшая угроза, которая существует для этой защиты Европы и частично Украины от ядерного шантажа России, это очень удивительное представление некоторых американских политиков относительно того, что союзные обязательства можно исполнять только за деньги. Вот это несет довольно большую угрозу тому единству, которое существует относительно ядерного оружия на Западе. И это гораздо более опасно для ядерного щита НАТО, чем вот те вот угрозы, которые время от времени делает Путин. И те пуски ракет, которые он тоже делает время от времени. Алексей, спасибо вам большое, что присоединились к нашему эфиру. Алексей и Жак, заведующие сектором Национального института стратегических исследований, говорили о ядерной риторике Путина, о том, как он постоянно угрожает Украине и всему миру, о том, что применит ядерное оружие. Насколько эти угрозы реальны? Блефует Путин в своей риторике? Или все-таки есть вероятность, что диктатор может нажать эту ядерную кнопку? Ну и как мир готов этому противостоять? Что может быть фактором сдерживания для Путина и для России? И Китай? Зачем Китай наращивает свое ядерное вооружение? И есть ли угроза со стороны Китая? Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин